4 и 5 апреля в Федеральной налоговой службе России в Паризанской области прошла информационная акция под названием «Декларационная компания». Как говорят специалисты, с заполнением налоговой декларации формы 3 НДФЛ возникают определенные трудности. Со всем этим помогут справиться сотрудники ведомства. Стоит отдельно упомянуть тех, кому необходимо такую декларацию о доходах сдать. Первая основная категория – это те, кто в прошлом году продавал имущество. Это автомобили, либо недвижимое имущество, бывшие у них собственности на момент продажи 3 или 5 лет, в зависимости от ситуации. Кроме того, это те счастливчики, которые выиграли в лотерею какие-либо призы и так далее. Те, кто получил в дар имущество от лиц, не являющихся близкими родственниками, кроме того, кто продавал акции в уставном капитале организации. Налоговую декларацию нужно сдать до 1 мая в налоговую инспекцию по месту жительства. Опоздание увлечет за собой штраф. За неисполнение этой нормы закона предусмотрены штрафные санкции. И тех опоздавших, которые представят декларацию позже, 30 апреля, уже, к сожалению, ждет штраф в размере 5% от суммы налога, которая подлежит по плате по декларации, поданной по форме 3НДФЛ. Но в любом случае эта сумма будет не менее 1 тысячи рублей. Поэтому стоит обезопаситься, поторопиться, заполнить декларацию и в срок представить ее в налоговую инспекцию. Всероссийская акция «Дни открытых дверей для налогоплательщиков физических лиц» проходит дважды в апреле. Повторится она 25 и 26 числа. В эти дни можно обратиться в центральные офисы налоговых инспекций, которые будут работать до 8 часов вечера. Или в территориальные участки, которые будут работать до 6 часов вечера. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.